Лесопарки, которые входят в лесную защитную полосу, расположенные вокруг Дауглплса, можно с полной уверенностью назвать легкими нашего города. Они обеспечивают нас кислородом, поглощают углекислый газ и другие вредные вещества. А на днях стало известно о том, что на это наше богатство посягает государственное предприятие Латвия Свалсмежа, которому принадлежит часть лесных угодий в защитной полосе. Казалось бы, какая разница, кому принадлежит лес в защитной зоне, самоуправлению или государственному предприятию? Ведь в любом случае государство должно стоять на страже интересов жителей. Но дело в том, что Латвия Свалсмежа в последние годы в несколько раз увеличили объем вырубки, пополняя тем самым бюджет страны. И продолжает это делать по сей день. Им есть свои требования, нужды по вырубке леса. И лес, конечно, становится все старше. И они, как предложение, внесли Далгопил снова с территориальным планом, что они хотят уменьшить эту территорию защитной зоной, потому что это им ограничение, что они не могут сделать кайлцирты, но сплошную рубку. Да, в этой территории можно делать только изласы с цирта, это такая выборочная рубка. Объяснение такое. Поскольку население города уменьшилось, значит сокращаем лесопарковую зону. Логика железная, но с ней категорически не согласно руководство города, которое убеждено, что территория защитной полосы должна остаться неизменной. Сейчас только что я узнала от Далгопил снова до Думы с Дарбенекием, что министерство приняло решение, что не вступает в силу территориальный план Далгопил снова, потому что есть в Латвии заявление, что они считают, что неправильно поставлена Айсердзейбезон от городской территории на леса Новода. Данный вопрос был рассмотрен на заседании градостроительной комиссии. По завершению обсуждения было принято решение, точку в этом вопросе ставить рано, а защищать свои интересы нужно сообща. Именно поэтому на следующее заседание комиссии будут приглашены представители Далгопилского края.